Привет, друзья! Сегодня я решила снять для вас видео про косметику фирмы Maybelline, которая у меня есть. Я знала, что у меня есть её некоторое количество, но, честно говоря, учитывая то, сколько ей в итоге оказалось, я была несколько удивлена. Так что, сразу начнём. Первое, я расскажу вам про косметику для лица. Итак, First Things First, это база под макияж Maybelline Affinitone, она мне очень нравится. Благодаря ней тональные средства дольше держатся, легко ложатся, так что я ей полностью довольна. Дальше тональное средство Maybelline Matte Mousse, G Matte Mousse, оттенка бежевый кремовый 21, она сейчас на мне. Это не самое мое любимое тональное средство, потому что оно не очень хорошо держится на лице, оно довольно быстро начинает скатываться и исчезает вот на подбородке, носу и лбу через несколько часов. Я использую его регулярно для своих видео, просто потому что на видео оно смотрится хорошо. Но в жизни, если вы собираетесь носить его в течение нескольких часов, то не самая лучшая идея. Дальше у меня есть румяна Expert Wear Brown. Это очень... Тебе обязательно это делать сейчас? Это очень приятный... Просто игнорируйте ее. Это очень приятный цвет, он выглядит очень естественно, и я его обычно использую, когда, например, нужно подчеркнуть скулы. Я наношу бронзер, и немножко выше я наношу эти румяна, чтобы подчеркнуть скулы, что они мне нравятся. Они очень теплые. Дальше это из коллекции Colorama, оттенок 501, и это розово-сливовые тени, очень интересные. Они очень холодные, и они мне, соответственно, нравятся для более холодного макияжа. Они на лице смотрятся даже немножко фиолетово, но не слишком фиолетово. То есть они не смотрятся как-то нездорово. То есть они все равно смотрятся очень местно. Так, дальше перейдем к глазам. Для начала тень. У меня есть палетка... Coral Drama. Я не знаю, почему Coral Drama. В общем, здесь цвета скорее какой-то такой бронзовый, золотистый, причем здесь коралл, и причем здесь драма, я не знаю. Они мне нравятся, они очень мягкие, пигментированные абсолютно все. Чем хороша палетка, они все между собой сочетаются. То есть вы можете либо этот, либо этот наносить на подвижное веко, это в складку. В общем, очень удобно. Это палетка, которая почти всегда берет в свою путешествие, просто потому что это прекрасная палетка на каждый день. Тени очень долго держатся, так что я очень-очень ей довольна, прекрасное качество. Следующие тени – это вот эти вот Дуахр двухцветные. Это оттенок Cosmic Black, да, Cosmic Black 08. И это тени, которые из серии могло быть лучше, то есть они не очень пигментированные. Для запеченных теней они не ахти, но мне нравится вот этот цвет, потому что если его нанести на подвижный веко, он приятно переливается. Он очень естественный, но опять же, учитывая то, как интересно это смотрится в упаковке, на глазах не очень. Зато они устойчивые, но довольно скучноватые. Следующие тени – Colorama, и у меня их много. Первый оттенок – это 810. Это темно-темно-синий. И вот эти тени уже очень-очень насыщенные. То есть для таких бюджетных теней это просто находка. Следующие, с той же безумной, это 809. Это бирюзовые. Смотрите. То есть у них пигментация почти как у тени MAC. Я была очень-очень поражена. И плюс бывает, что тени кажутся очень яркими в упаковке, но наверх они смотрятся полупрозрачными. С этими этого не происходит. То есть они на глазах столь же яркие и насыщенные, как в упаковке. И еще двое теней Colorama, которые вы видели у меня сто раз. Это 501 оттенок шампанского, который я наношу. В качестве хайлайтера в уголок глаза и под бровь постоянно. Он у меня сильно попользован. И другой оттенок это 304, который вы видите в каждом втором моем видео. Это светло-коричневый цвет. Очень приятно. Я обычно наношу складку между веками. Он очень хорошо растушевывается. И это универсальный цвет для складки между веками. То есть он хорошо смотрится абсолютно на всех. Он холодный, но тем не менее он на теплых тенах кожи, насколько я могу судить, смотрится. Очень хорошо, естественно. И благодаря тому, что он довольно светлый, он смотрится не слишком драматично. Если вы не любите слишком темный смок-яйс, это ваш выбор. В общем, эти двое теней, которыми я пользуюсь почти каждый день. И большой плюс того, что коллекция Colorama, она была очень дешевой. Все тени стоили, мне кажется, рублей по сто. Но при этом они такого огромного объема, что нет ни малейшего шанса, что они у вас когда-либо закончатся. То есть было очень бюджетно. Следующий – это Color Tattoos. Кремовые тени. Первый оттенок – это Permanent Taupe. Оттенок 40. Это такой светло-коричневый цвет. Очень-очень холодный. Он на веках смотрится таким коричнево-сером. Ну, типичный taupe. В русском языке почему-то нет аналога слова taupe. В общем, серо-коричневый цвет. Теперь все эти тени Color Tattoos я использую как базу под сухие тени. Потому что сами по себе они довольно быстро скатываются, они не очень устойчивы. Но если вы наносите их, растушевываете пальцем, соответственно, а сверху наносите сухие тени, то вот эта комбинация держится весь день. Плюс за счет того, что они кремовые, они дают более плотную цветовую базу, чем могут дать вам сухие тени. Так что я от них в полном восторге. Так, первый – Permanent Taupe. Второй – Timeless Black. И это очень черный цвет. То есть, когда вы наносите его на подвижный век, это такое ощущение, что вы нанесли гелевую подводку. То есть, воу, круто! И следующий – это Mauve Crush. И это очень красивый цвет. Очень-очень приятный. Он дуохромный, и он приливается голубым, розовым, фиалковым, пурпурным и так далее у вас на глазах. В общем, он замечательный. И вот этот оттенок держится почти весь день. То есть, он не нуждается в каких-то экстра сухих тенях сверху. Так что он в этом плане очень удачный. Теперь карандаши. Первый – это тоже из коллекции Colorama. Оттенок 0,20. Это такой серебристый серый цвет. Я его использую в тех случаях, ну, либо когда делаю серый макияж, либо, например, когда мне надоел коричневый карандаш, а хочется что-то не слишком, не столь драматичное, как черный карандаш, то я беру серый, потому что приятное разнообразие по сравнению с коричневым. Следующий карандаш – это гелевый карандаш. Мне кажется, он назывался Мастер Гель. В общем, это их гелевый карандаш, и он классный. И он после этого видео отправится в May Empties, но как бы то ни было. Смотрите, какой он пигментированный. Это просто какое-то безумие. Я от него в полном восторге. Я люблю им и подводить нижнее веко, и внутреннее веко, и на верхнем веке. Он держится весь день. Я люблю им подводить целиком глаза и потом растушевывать, чтобы был эффект такой прям очень дымчатых глаз. В общем, это один из лучших гелевых карандашей, которые я когда-то увидела. Я в полном восторге. Если вы никогда его не пробовали, обязательно вот этот карандаш купите, не задумываясь. Он супер. Так, и следующее – это тушь. У меня сейчас есть их The Colossal Go Extreme Volume. И это прекрасная тушь. Одна из лучших тушей на свете. Я от нее в полном восторге. Она так классно прочесывает ресницы, удлиняет их, придает объем, загибает. Учитывая то, что у меня реснички очень маленькие, очень коротенькие и прямые, эта тушь творит с ними просто чудеса. Я от нее в полном восторге. В целом, туши мои, блин, вот желтые в этих вот упаковках, они их регулярно перевыпускают, но они все удачные. То есть, все, что я у них пробовала в желтых упаковках, все классное. Кроме водостойкой. Водостойкая отвратительная. Но вот эта, все остальные, леопардовая и еще там что-то. Мне кажется, я пробовала все их в желтых упаковках и всеми была супер-мегдовольна. Также я пробовала The Faulties в розовой упаковке, точно такую же. И вот она у меня не очень пошла. Она у меня высохла недели через две. И, в общем, эффекта особого не было. В общем, я была разочарована. Все остальные туши мои, блин, которыми я пользовалась, всеми я была довольна. Так, теперь перейдем к самому большому. Это губы. Первое – это маркер для губ. Color Sensational оттенка 560 Feeling Red. Я очень надеюсь, что... Нет, он еще немножко не засох. Вот это такой цвет. Он полупрозрачный. Он очень темный. И он мне, к сожалению, совершенно не понравился, потому что... Он переносит такие вещи, как, например, еда более или менее. Но когда вы пьете, он смывается моментально. То есть он смывается водой. Он не смывается средством для снятия макияжа, но он смывается водой. То есть вы выпили стакан воды, помады нет. Плюс в течение дня все-таки он стирается, и он стирается отвратительно. Вот красным... красной линией вокруг губ. У меня даже спрашивали, «Воу, у тебя карандаш для губ». Я, «Нет, что? Боже, оно стерлось и отвратительно». То есть просто от того, что вы облизываете губы в течение дня, он стирается довольно быстро для маркера и оставляет вот этот вот красный след вокруг губ. Ужасный. В общем, я была им очень разочарована, к сожалению. Так, теперь карандаши для губ. Это все Color Sensational. Первый оттенок – 132 Sweet Pink. Это славненький бежево-розовый цвет на каждый день. Очень удачный. Не очень стойкий, но в целом довольно симпатичный. Следующий оттенок – 547 Pleasure Me Red. Это один из самых классных цветов. Он такой немножко темновато-красный, довольно устойчивый, очень пигментированный. Сейчас, подождите, я вам должна это показать, потому что он… Воу! Очень пигментированный. Я его за это очень люблю. Так, помады. Color Sensational – 535 Ruby Star. Это такой красный с блестками. Холодный цвет. Очень приятный, люблю его. Он очень устойчивый. Он не сушит губы. И вкусно пахнет. Следующий – это 330 Chick Plum. И вот он очень сухой. Мне приходится очень сильно надавливать, чтобы его добыть. И он никакой не плам. Это скорее какой-то ягодно-вишневый цвет. Довольно не очень темный. Но в целом довольно приятный. Но вот он очень сушит губы. В остальном он мне, в принципе, нравится. Он довольно устойчивый. Следующий – это High J Extreme. По-моему, вот красные упаковки. 73 Indian Red. Это мой самый носибельный красный. Потому что он красный. С другой стороны, он полупрозрачный. В нем есть коричневый и золотой пигмент. То есть он делает его очень-очень носибельным на каждый день. Если вы не знаете, какую взять красную помаду и боитесь красных помад, возьмите вот эту. Она идет абсолютно всем. Следующие помады – это Color Whispers. Первая 130 Pink Possibilities. Милая персиково-розовая помада. Ей примерно 3 месяца. И она почти полностью кончилась. Это говорит нам о том, что она великолепная. Она очень приятно смотрится на губах. Она увлажняет губы. Она совершенно не стойкая. Но она очень-очень-очень красивая. Это вот один из тех естественных цветов, которые подойдут абсолютно всем. Под естественный макияж. Под никакой макияж. То есть когда на мне нет макияжа, я просто ее наношу. И у меня тоже более здоровый цвет лица. В общем, я ее обожаю. Следующий оттенок – 210 Ула Лайлак. Он сейчас на мне. И он смотрится намного более холодным, чем есть на самом деле. Все на самом деле смотрится светлый ловым. На самом деле он светло-розовый на губах. Тоже очень-очень носибельный. Особенно на зиму. Особенно если у вас холодный тон кожи. Это ваш цвет. Берите его, не прогадайте. Следующий – это блеск для губ Колорама 397. Это полупрозрачный красный блеск. И он мне нравится, потому что он полупрозрачный. Он очень нетребовательный. Опять же, если боитесь красных помад, попробуйте его. Следующий блеск – это Call Sensationals 560 Red Love. И вот он плотный для блеска. Вау! Довольно устойчивый, опять же, для блеска. И увлажняет губы. И вот этот глянцевый цвет я обожаю. Дальше у меня есть лаки для ногтей. Колорама 48, 96, 15. Все они очень устойчивые. Я их люблю. И вот эти Колорама оттенка 140 и желтый. И это вся моя коллекция Maybelline. Спасибо за просмотр!